Так, я шар принес, вот говорю, смотри, Надежда Васильевна, ты опять забыла ее? Ты до утром не бери тогда сюда ее, это лучше будет. Рядом тут приходишь и забываешь. Так, я пришел кошечек покормить. Ну-ка, где они у меня? Вот они где. А, дожди, стой, 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 стой. Сейчас я дам. Постой, 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 постой. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Иди скорее. Вот они. Принес им мясное. Ой, 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 бежать куда? Но попер. Этот тоже здесь захлебывается. Ой. Свеженькое мясо принес. Но убежал. Это беленькая, она самочка. А это вузкиные дети. Все-таки, вот как положено ей, платоядной быть, не травоядной. Трясется прямо весь, чтобы не отняли от него. Ну, погладить-то можно, нет? Ну, успокойся. Ну, да хорошенький такой. Да большой. Кот настоящий вырос уже. Ну, вот как интересно наблюдать за ними. Сегодня 23 ноября. Какие уже большие стали. Большие, чтобы видно было, что большое. Вот он согнутый. Вот он, 20 сантиметров. Достанет 30. Свободно здесь. Длина его. Рыжий кот. А это их мамка, Буска. Спрашивают меня в интернете, где Буска. Вот она, Буска. Вот. А это их беленькая, серенькая. У них хвостик так серенький. Там не видно. Включи свет в ту комнату. Папа перла дальше. Надя. Да? Надежда, в той комнате свет включи и возьми, и сюда поднеси. А то она запачкает половички. Включи там свет. Первое. Второе. Подмышку возьми двумя руками. Брось из руки, что есть. Подхвати, сюда поднеси. И вот заметьте, как вот делает женщина. Разница мужчина и женщина. Она от нее убегает, у нее из рук валится. Сюда тащи. Потихоньку. Положи. Положи перед ней. Положи. Ну вот, отоборот. Ну просто положи. Ну это невозможно просто. Ну положи, отойди. Теперь отойди. Ну ковры они мне заплачут. Ну не злись, отойди. Ну отойди. Ничего не надо, отойди, говорю. Четыре раза говорю, отойди. Ничего нельзя сделать. Женщина, руководитель, министр торговли. Ну потому что они мне все говорили, что это спать. Муж сказал слово, отойди. Все, больше не надо. Разогнула их. Все, нету. Принеси ее сюда. Я же сказал одно, только выполнить. Нет, она сразу подправляет мужа. Жмет под каблук. Ужас какой-то. Только одно, чтобы полмяшки не запачкал. Подхвати ее сюда, поднеси. Где она? Все, уже не будет. Найди, поднеси сюда, пожалуйста. Вон она сам. Я говорю, поднеси сюда. Я как поднесу, она под кровать заскочила. Ну я сейчас пойду принесу. Иди принеси. Под кровать и достать уже никогда не достать. Женская немощь. И вот поэтому хотя бы определить, что не надо ей давать воли никакой женщины. Она должна четко исполнять. Мужчина, это хозяин, голова. Вот она, иди сюда. Вот она пришла. Видно, что она шуганула оттуда. Да не шуранула она сама. Ну ладно, ладно, ничего, ничего. Вот зачем ты говоришь шуранула? Ну сейчас отойди, спокойно отойди. Ну отойди, отойди. Шуранулась. Ну зачем доказывать-то? Ну потому что преувеличиваешь. Ну преувеличил дальше. Ты что теперь? Ну у тебя здоровишка никакое. Женский характер. Интересно как. Просто поднеси кошку и положи, поставь здесь. Что из этого получается? Вот я принес им. Вот они здесь у меня. Вот они да хорошенькие такие. Все разрушено. Сейчас ролик у меня выставили, с Америки показали. Там директор какого-то исследовательского института. Вообще ты их кому-нибудь отдай. Я сейчас не мешаешь мне. Я даю, комментирую. Ну успокойся ради Христа. Ну еще он тебя, враг, терзает-то так. И что, кто будет руководить в 30-е годы уже? Рядом совсем. Еще лет 12. И что они? 17 лет сына, он только играть может в компьютерные игры. Речь идет, кому в руки подойдет государство. Дай им слабину. Ну это нехорошо, ты отбираешь у него. Ты съела. Отойди, Буса. Нельзя, на. Давай, давай. Давай ешь. Только с кошками. Сейчас они начнут у него отбирать. Двое. Все. Женщина отобрала. Вот она, женский характер. На. Мужик, рохля. Ешь. Вот только сейчас говорю. Вот она, женский характер. Вот она, женщина. Где, смотри. Подходит. Рядом. Все. Вот еще что-то где-то есть. Бросила свое. Старается отобрать. Вот так женщина относится. Только сейчас говорю об этом. Говорит директор. Мужчина – это глава. Руководит женщиной. Семьей. Родом. Государством. Это 93-й год. Книга называется. Виктория Гюго. Вон там говорит. А почему вы не упоминаете о Боге? Ребенок рождается. Передается в руки отцу. А то сам идет в школу. Мать его рождает. Идет в государство. О Боге. О Боге. Везде с Богом. Тогда будет определенно, что-то. На, вот она. Около меня тут она теперь. Да, она такая хорошенькая. Давай. Давай. Кошечка. А то мальчик, девочка. Что за мальчик, девочка? Мальчик, девочка относится только человеку. Вот придумали же. Щенка. Она сука. Сука называется. Не нравится. Почему? Ну, потому что многие женщины ведут себя неподобно. А вон, вон кобель. Кобель. Так это мы так на него, на мужика говорим. Он привык, как кобель без хвоста и по чужим бабам лазить. Понимаете как? Имена зверей присваивают людям, а людские имена зверям. Называют его там как-то Иван Никифорович. Вот вспомните, он там свинью назови на Иваном Никифоровичем. Еще из этого получится. Вот они где. А тот все еще копается. У него трудная маленькая косточка живет. Это вот женский характер. Мать и дочь. Пошли. А тот в уголке маленько там. Около горшка. Жена должна четко и ясно поставить себе за мужем. За. Интересно, математически. Жена нуль говорит, а муж единица. Как хочешь понимать. Если она сзади, увеличивает в 10 раз стоимость. Единица 10. Нуль сзади. А нуль впереди, 0,1. Если жена впереди, она в 10 раз уменьшает стоимость мужа. Никакой. Ну самое простенькое дело. Вот. Самое простое дело, чтобы она сразу выполняла. Тогда понятно. А без Бога? Да без Бога самое четкое обоснованное государство. Я вчера смотрел ролик, как поднимали Германию во времена правление Гитлера еще до войны. Войны никакой не было. Ну, построить дороги. Как люди идут с лопатами. Как все руководители обязаны были. Дети всех самых богатых пупков обязаны были работать физически. Это объединяло. Даже он сам с лопатой где-то. Попробуй сегодняшних олигархов. Они от армии отмазывают их и везде. Там было все до одного даже работать были. Физический труд. Работать и работать. Сейчас нет ничего. Никакое. Правитель. А правитель что он может сделать? Как-то Роберт Рождественский говорит, нам присылает письма, говорит, и говорят, у нас народ-то хороший. Ну, толкового, такого башковитого мужика, чтобы взял в руки свои. Говорит, нет у нас башковитых мужиков. Они на полочках не лежат. Выращивайте и среди своей. А у русских все эти вопросы, которые называют проблемами. Тьфу, поганое слово, не люблю его. Нерешенные вопросы заменить надо. Вот, решают. А как решают? А приедет на печи, которая сама без мотора едет, то есть бесовской силой. И меля лежит и руководит. Дрова колет, топор сам. Вот. Вот все время нужен правитель, чтобы какой-то был придурковатый. А там в русских сказка сказана. А то везде так. Ну, а там еще у разбитого корыта бабка командует мужиком. А он все, рыбка, смилуйся. На место поставил бабку, то сейчас вот показывает, профессор сидит, это пушкинская сказка о рыбаке и рыбке. И все это становится на место. Виноват-то старик во всем. Дал бы и у короту-то. Это как крейсер в Асанате Льва Толстого говорится. Он говорит, ну вот вы сейчас же говорили, а там мужики-то там как гуляли там с женщинами. Ну и что? Мужика другое дело, от него ничего не прибудет в доме. То есть она беременна, она обязательно прибыль от нее есть. А здесь нет, вот они. Вот они мои хорошие. Вот они. Дал. Ну что, я же тебе дал хорошенький, но, но. Ну смотри, сколько принес, свеженинки принес. Да хорошие, они так это любят. У меня всегда в запасе есть то рыба, то мясо. Завтра я пойду в погреб, полезу. Там черненькие три кошки. Вот он, я же Василий, три, у меня три. Вот. Три котенка. И в подполе там три. Вот он какой, к матери. Ну. Эти бумажки теперь они облизывают. так, все, я ухожу. Закрывайтесь. Ну, как его не кормят. Тут творог со сметаной. Ой-ой-ой, отдельно молоко, отдельно вода. Так. азбуку там сфотографируй. Какая она? Азбука, который занимаемся. Ну, как все же она там занимается-то. Ну и ключи. Давай. О-о-о. Вот это да. Составляем буквы, слова составляет. Она вытаскивает, я скажу слово, она вытаскивает буквы и составляет слова. Ты учи ее быть покорной. Ну. При слове мужа, чтобы замирало все. С благоговением относитесь. 11 миллионов женщин, которые никогда не выйдут замуж. Что тут? Где она? Ну, она досыпает, так сказать. Ой, да какая она лежит, да в платочке, да благослови ее, Господи. О-о-о. Вот главное сокровище будущее. Дай-ка слабину, потеряем всю страну. Да. Видишь, она все время раскрашивает, вот. Занималась раскрасками. Ну, раскраски тут ума много не надо. Это, это правильно. Ну, подожди, вот она раскрашивает, смотри. Ну, ты могла бы ей сказать, чтобы маленько, это ровно-то, ну, куда? А, я ей сказала, она потом дальше пошла уже ровненько раскрашивать. Вот эти только, вот. Да вот, видишь, как? Даже черкать. Все время по Библии занимается она, по Библии занимаемся с ней, она. Ну, чтобы она послушная была, главное качество, глубоко верующая была и послушная. А если этого нет, ничего тогда не сделать. Был бы мой ребенок, так что там сделать. Пример свой покажи, покорности. Вот. Вот она, видишь? Горшок. Вот мы занимаемся с ней. Занимаемся, вот по этой, по Красной Библии занимаемся с ней. Она все картинки уже знает. Картинки знает, ищи послушание ее, сказала, чтобы она никогда не убегала от тебя. А вечером, а вечером наложиться, расскажи про Иисуса Христа. Я говорю, я давай буду тебе вопросы задавать, а ты будешь... Я вопросы задаю, она на все вопросы отвечает. Все равно, смотри, здесь, на колопечке, хотя и прибито все, но чтобы она ходила осторожно. Да, я стараюсь ее научить так. Не дай бог что-то случится. И представляешь, потом она мне вопросы задает тоже про Иисуса Христа. Я отвечаю, ну пятерка, пятерка тебе. Ну ты поняла, что я тебе сказал? Да, поняла. Делом показывай покорность свою. А то вот сейчас вот... Я тебе не показал сегодня ролик там, когда тебе там замещание делает, выключи, и как ты ему Сергею Павловичу... Так он у меня был выключен, когда он включился, я не знаю. Нет, это самооправдание у тебя просто нечеловеческое. Тот, как сказал, ты сразу мгновение, я ни при чем. Ты знаешь, что идет запись. Ну сказала, промолчала и все. Негновенно из тебя, как вулкан, выброс сделал. И видно, что Сергей Павлович смирился, не ты. Два раза сделал замещание, ты же всем мешаешь. Наблюдаю сама, когда включаешь. Звук не выключен. А она подошла, от тебя зависит, что она подошла, нажала не туда. Если даже так и было. Вот это вот, смотри, под ногами везде. Как-то сделай, чтобы на пути ничего не было. Вот это дверь. Много раз говорил. Вот, между косяками и проход. Никогда ничего не должно быть. Ничего. До бумажки все убрать. Это проход, это дверь. Вот они где. Так, все. Так я не знаю уж, куда ставить. Ну, неужели я буду приходить и выучить, куда ставить? Ну, так уже нет места. Вот сюда, где красный сидит, туда поставь. Есть куда? Есть. Напрасно ты говоришь, что некуда. Обувь, табуретки. Проход должен быть свободный. Проход должен быть свободный. Повтори. Ой, проход должен быть свободный. А что сойкал? Ой. То есть тебе никак это не сделать? Спину как кольнет, кольнет. И я прям вот... Какое отношение? Я говорю, убрать, зашел вот сейчас, кастрюля стоит. Подожди, вот эта кастрюля на пороге стоит и две банки. А я на ночь ставлю, чтобы не загнулся. Ты не объясняй, не должно быть. Я же не... Сем как замерзает. Не днем, не ночью не ставить ничего на порог. Скажи. Ну, я только на ночь ставлю. Я сказал, не днем, не ночью. Но хоть маленько дай на ночь только. Не днем, не ночью. Как он не в Сале говорит, женщина так. Он говорит, женщина-то дьявольский сосуд, говорит, только без ручек таких, которые можно брать спокойно. Она еще покорябает. Ну, зачем вы это делаете-то? Ну-ка, уходи-ка отсюда. Ну-ка. Маленькая. Куда пошла? Опа. Давай туда иди. Я ухожу. Все. С Богом, закрывайтесь. Вот они как. Вы слышали.